Добрый вечер на ТНВ новости в субботу в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем сегодня. Большая вода пришла в Татарстан. Всю жизнь также подтапливает. В Уинском районе половодье затопило мост. Сколько населенных пунктов рискуют остаться отрезанными от большой земли? Расскажет Рамиль Галиулян. Субботник не только традиционный, но и юбилейный. Мы вышли на этот субботник, мы чтим этот праздник. Во дворы и улицы города вместе со всеми вышла Юлия Муратова. Сложнейшие оперы и романсы в исполнении представителей из 14 стран мира. Первый тур международного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки увидела Алияха Ирудинова. Четвертый открытый турнир по спортивной борьбе КРЭШ. Кто стал обладателем Кубка Салаватов и Хиддинова, расскажет Ленар Геннатольев. Ситуацию с избиением подростков в Казани взять на особый контроль. Такое поручение дал сегодня Рустам Яниханов. Виновные зачинщики драки должны быть выявлены. Будут приняты самые жесткие меры для недопущения таких инцидентов, отметил президент. Напомним, группа подростков избила 17-летнего сверстника. Стена нападения попала в объектив камеры наблюдения. Заведено уголовное дело. Кроме правоохранителей, в деле должны будут разобраться Минобраз, Минмолодежи и Казанский исполком. Мощностей комбайнов не хватает, техника устаревает, а льготные кредиты не берут. С критикой районов, которые игнорируют техническую модернизацию сельхозтехники, сегодня выступил Марат Ахметов. Совещание прошло в Доме правительства. Рустам Яниханов поддержал главу Минсельхоза. В некоторых хозяйствах на один комбайн приходится до 1000 гектар. При этом внутри районов имеются и фермеры с показателями на уровне европейских коллег, и их хозяйство с убогим оснащением. Районам рекомендовано усилить работу с льготными кредитами. Целиком полностью вас поддерживаю. Надо сейчас использовать все инструменты, которые есть, и Росагролезник, и наши. Посевной дали старт. В районах республики аграрии вышли на поля. Первыми сельчане Альметьевского района. Сегодня на пашни вышли ознакаевцы. Сеют ранние ячмени. Работают 75 тракторов. Задача завершить посевную в первой половине мая. О ходе весеннеполевых работ и особенностях этой компании. Слават Мухамадуллин. Так начинается посевная. Для Зирака Газизова она уже седьмая. Свой трактор он готовил всю зиму. Себя настраивать не приходится. Я всегда выхожу на работу с отличным настроением. И для меня это удовольствие, просто работать на своем родном земле. За трактором идут люди. Качество пашни проверяют вручную. Сеют ранний чмень. Земля хороша, влажность на уровне. Но ветер подгоняет агрария. Очень сильный ветер, поэтому нам нужно мобилизовать все силы, усилия. Здесь и штаб должен работать, руководители, главы сельских поселений, механизаторы, столовые. Зернотока должны работать, протравливание зерна, протравливание семян. Параллельно идут подкормка и баранование. В этом году по сравнению с прошлой весной эти работы ведутся с опережением. Всего в республике подкормлено больше тысячи гектаров полей. Баранование прошло на трех тысячах. Особенность года заключается в том, что вся пашня республики, в отличие от прошлых лет, созреет нынче почти одновременно. Чтобы сохранить имеющуюся влагу, нам необходимо очень организованно и оперативно провести посевную кампанию, начиная от закрытия влаги и завершая посевом. Так начинается горячая пора для аграриев. Как говорится в народе, что и как посеешь, то и пожнешь. Слава Тухмадуллин, Бладши Фигулин, ТНВ, Казань, Ознакайский район. Пришла весна, горит трава. В республике зафиксированы места горения сухостоя. По данным системы космического мониторинга, выявили семь таких точек. Это в Ознакаево, Ютазах, Актаныши и Муслюмова. Огонь тушили пожарные МЧС. Виновные сейчас устанавливаются. Наказание для граждан штраф до трех тысяч рублей, на должностных лиц до 15 тысяч рублей. В Татарстан пришла большая вода. В зоне паводка в этом году более 200 поселков. Под воду уходят и дороги. Так, в Буинском районе паводок затопил мост через Фигу. Теперь от большой земли рискуют быть отрезанными жители деревни Черки-Бибкеева. Ситуация на контроле спасателей. Рамиль Галиулина оценил масштаб наводнения. Каждый год в таком же состоянии. Еще вчера по мосту можно было пройти пешком, говорит Гузель Шамиева. Но уже сегодня путь преградила большая вода. Это единственная дорога, отделяющая от основной трассы жителей Черки-Бибкеева. В этом году еще мало. Раньше все поле было покрыто льдом. Ледоход хороший был. С леда прямо на поля выходил. Местные к половодию уже привыкли. Каждый год они отрезаны водой от большой земли. Поэтому к паводку готовятся заранее. Продукты и медикаменты привозят родственники. На той неделе такого не было. Мы им продукты привезли на все половодие. Уровень воды в Свияге поднялся примерно на метр. Но этого хватило, чтобы затопить мост. Дело в том, что и деревня, и река находятся в низине. А изначально и сам мост был сконструирован низко. Для обеспечения пропуска талых вод. В этом году серьезных проблем для жителей подтопление моста пока не представляет. Пройти и проехать по нему можно. Чтобы запретить движение, уровень воды над мостом должен быть не менее 30 сантиметров. Сейчас там только 10. Но выезжать рискуют не все. Некоторые добираются до райцентра по объездной дороге. Я отсюда не езжу. Жду, пока отступит вода. Если надо будет, то проедет кому. Кому не надо будет, тот не проедет. Если нет необходимости такой. На сегодняшний день на той истории 13 человек. Им, да, наводнение, все медикаменты завезли, продукты мы обеспечены. Связь поддерживаем. Уровень воды два раза в день проверяют спасатели. Они успокаивают и говорят, угрозы подтопления близлежащих деревень нет. Но если река все же выйдет из берегов, встретить воду готовую во всеоружии. Да, у нас имеется два плавсредства. В готовности спасатели, дежурная смена и резервная смена. По три спасателя в течение часа прибывают на место и выезжают по месту происшествия. По словам спасателей, сегодня пик половодия. Вода здесь начнет отступать уже завтра. Рамиль Галюлин, Вадим Иларионов, ТНВ, Буинский район. Воду взяли на экспертизу, а мертвых уток передали ветеринарам. Сейчас специалисты выясняют, почему на Булаке, Казани массово погибли птицы. Напомним, в начале недели в соцсетях появились фотографии мертвых уток. Они лежали брюхом кверху. Причины Мора сейчас выясняют. Одни считают виной токсичные выбросы в воду, другие уверены, причиной стал крысиный яд. Ранее подобных случаев в Казани не выявляли. Массовую гибель птиц наблюдали только в сильные морозы. Булак, и не только Булак, даже в озеро Кабан практически сейчас ничего не сбрасывает токсичного. Это может быть случайно, совершенно, но грубо говоря, где-то, скажем так, сейчас же, смотрите, вода струится со всех дорог, да? Поэтому вполне могло что-то смыть просто с улицы. В республике начались субботники. Так, в Казани сегодня за мётлые грабли взялись как работники предприятия, так и рядовые граждане. Начали с близлежащих территорий дворов. В этом году весенняя генеральная уборка не только традиционная, но и юбилейная. Первый советский субботник прошёл ровно 100 лет назад. Сегодня татарстанцы вышли на улицы Чкалова и Декабристов вместе со всеми за чистоту и Юлия Муратова. Всё убираем. Всё. И бутылки стеклянные. Погода шепчет, а земля просит освободить её от мусора. За мётлые грабли татарстанцы взялись с самого утра. Парки, детские площадки, дворы и общественное пространство. С утра, с удовольствием вышли на этот субботник. Мы чтим этот праздник. Достаточно чисто, до травки добрались. Семь миллионов москвичей приняли участие в Ленинском коммунистическом субботнике. А это кадры советской хроники. Так массово проходил субботник в 20-е годы. Самый первый 100 лет назад. Субботник стал частью жизни у советского человека. Сейчас на улицах города хоть и не миллионы жителей, но добрую традицию поддерживают. Каждый год выходит 100 слов. Обязательно, обязательно. И не один раз. У нас очень большой город, поэтому нужно привести его в порядок. Советские субботники до 10 часов в день. Сейчас же традиционная уборка не более часа. Фотографии нас подвигли назвать субботник «Урана метле». Но, как вы видите, девиз поддерживается. Мы уже вчера стартовали субботниками, сегодня вот во дворах. Жители приходят. Сказать, трудно сказать, какое количество, потому что кто-то выйдет, уберется, пригласит на чай, заберет соседей на чай, также выдает и дальше выбирается. В первых рядах советских добровольцев партийцы и сейчас это активисты. Сегодня они поддержали местных жителей. Их команды сразу на нескольких площадках города. Здесь же и раздельный сбор мусора. В синих пакетах в основном бумага и полиэтилен, в белых стекла и бутылки, а в черных весь основной мусор. Сегодня в районах Казани собрали 250 мешков мусора. Уже через неделю татарстанцы выйдут в лес и на берега водоемов. Общереспубликанский субботник запланирован на 20 апреля. Юлия Амуратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. И чтобы мусор и вопросы по его вывозу не скапливались, сегодня Рустам Аниханов предложил провести отдельную видеоконференцию с районами. Все для разъяснения деталей работы с региональными операторами. С какими проблемами столкнулись предприниматели республики после старта мусорной реформы? Специальный опрос провела интернет-газета «Реальное время». Что выяснила, читайте сегодня. Австралия, Аргентина, Андорра и даже Антарктида. И это только на первую букву алфавита. Сегодня в 80 странах мира писали тотальный диктант. В Татарстане к нему присоединились около 6 тысяч человек. Автор текста Павел Басинский. Российский писатель, литературовед и критик. О неожиданных дикторах, непохожих участниках и типичных ошибках. Далее в репортаже. Перед началом диктанта небольшой спойлер в юмористической форме для разрядки обстановки. Написать без ошибок в 80 странах мира сегодня постарались текст российского писателя Павла Басинского. Он записал видеообращение. Я писал эти тексты с большим волнением и с чувством ответственности. Даже, может быть, с большим волнением, чем писал видеообращение. И так приступаю. С надеждой получить 5 или хотя бы 4 за тотальный диктант сегодня взялись сотни тысяч участников по всему миру. В Казанском университете самая большая площадка тотального диктанта в республике, а всего их больше полусотни. Сегодня проверить свою грамотность отважились около 6 тысяч татарстанцев. У меня всегда проблема с пилотуацией. Между тремя и четырьмя. Я в лаку неожиданно, потому что очень давно не занималась. Интересно. Я в школе диктанты на отлично писал. Автор написал 4 текста для диктанта. Татарстану досталась третья часть «Ловец души» посвящена на пьесе Максима Горького «На дне». Первое предложение целиком. Вначале прослушайте его полностью. В КФУ чтецом стала Римма Ратникова. По образованию, кстати, журналист. Текст довольно сложный. Особенно сложная пунктуация. Но, тем не менее, тот, кто знает русский язык, я думаю, для него написать хорошо будет возможно. Следующее. Переставьте буквы и запишите предложение. Присоединились и иностранцы. Студенты из Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана и даже Нигерии писали диктанты в Доме дружбы народов. Для них укороченный вариант. Буду будущим преподавателем русского языка. И для меня это большая возможность, чтобы проверить, насколько грамотно я освоила русский язык. Русский язык очень важен на моей стране. И мне нравится в России. Неплохо раз в год попробовать свои серии и что-то писать на русском языке. Это хороший опыт и важный опыт для меня. Образовательную акцию поддержали во всех городах республики. Результаты уже в понедельник. Но самый важный итог. Частые ошибки учтут не только участники, но и одно из крупнейших издательств в стране. Эксперты тотального диктанта посоветуют, как доступнее объяснять те или иные правила в учебниках русского языка. Альбина Слугараева, Андрес Интальцев и Алмаз Яддинов. ТНВ Казань. Экватор первого тура конкурса вокалистов имени Михаила Глинки. Сегодня прослушают 100 участников, каждому по 5 минут. И этого хватит, чтобы понять, кто на сцене. Будущий Монсеррат Кабалье или Шаляпин. Специалисты же уверяют, узнать профессионала можно за две ноты. Волнение участников разделила и Олега Рудинова. Нелли Гафиатулина на конкурс вокалистов имени Глинки приехала из Питера. Сегодня Ария Луизы Шарпантье. Девушка наконец-то со своим любимым, возлюбленным соединилась, живет вместе, далеко в горах. И как мы знали, как мы знали. Со сцены в объятии самых близких родители Нелли не скрывают, переживали. Папа ночью прилетел из Питера, чтобы поддержать. Хотел, чтобы она техническими науками занималась. И вдруг в 15 лет решила все коренным образом поменять, пойти в академический вокал. Яромир Низамудинов 6 лет назад переехал в Казань из Курганской области. Перед выходом на сцену напутственные слова от Алсу Барышниковой. Легендарный концертмейстер здесь и друг, и психолог, и критик. Именно она из 233 участников конкурса взялась аккомпанировать 70 из них. Нужно понимать их природу, их здоровье, их состояние душевное, в голове, что у них, в сердце. Это же нужно все понимать, потому что это большая ответственность. Голос – это дар Божий. Волнением с этим ответственностью выходишь на сцену. Ну, когда ты уже только заиграла музыка, прекрасный концертмейстера Алса Сухалина Барышникова, сразу же погружаешься в образ. Сегодня конкурсанты окунулись в 17-18 век. Во втором туре каждый исполнит по три произведения. И главный акцент на Арии – Михаила Глинке. Сегодня жюри оценят 100 конкурсантов. Планируют, что завершат к 9 вечера. А завтра снова в бой. И покоем будет сниться до 19 апреля. Сдай ЕГЭ по русскому языку и литературе. Выиграй грант от ТНВ и работай на телевидении. Наш телеканал продолжает принимать заявки на конкурс «Айда» на ТНВ. Его первый этап уже на экваторе. До 19 апреля нужно прислать эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг». Работы принимаются по электронному адресу. Он сейчас на экране. Стать участником и получить шанс выиграть грант на высшее образование в КФУ могут выпускники школ, техникумов или колледжей. Бросок, еще бросок. 300 батыров сегодня вышли на ковер в Тюличах. Там открылся турнир по борьбе «Крэш» на кубок самого Салавата. Отсюда вырастают борцы, которые составят конкуренцию настоящим батырам на Сабантуях. А тех, кто оказался на лопатках, и тех, кто с кубком, Ленар Генатуллин. 315 батыров, 4 площадки и толпы болельщиков. Азимжан Кетбеддинов уже на ковре приехал из Казани защищать честь 10-й гимназии. На таких соревнованиях не впервые. Азимжан – кандидат мастера спорта, чемпион России и Татарстана. И здесь хочет стать первым. Сядь чемпионом этих соревнований. Занять первое место. А что сложнее, стать чемпионом России или Татарстана? Чемпионом Татарстана, наверное, стать сильнее. Потому что Татарстане – самые сильные борцы. Так получается, что сегодня в Тюличах собрались сильнейшие спортсмены страны. Они борются за главный пресс-соревнований кубок Салавата Фатхиддинова. Но на татаме не только титулованные борцы, за него борются еще и начинающие. В спаррингах даже первоклассники Рафил Абдулзалиев с легкостью побеждает своих сверстников. Главный зритель – мама. Она же и тренер. Несмотря на то, что это травмоопасный вид спорта, отдавать сына в секцию не побоялась. Мне не страшно. Он сам хочет, старается. Он на первые места получает всегда. Очень много медалей у нас. В дальнейшем будет очень много победителям. Сегодня какие травмы у вас? Получить первое место. В любом случае. А ты, как думаешь, получишь первое место? Да. На соревнованиях и хозяин кубка Салават Фатхиддинов не пропустил ни одного из четырех своих турниров. Всегда оценивает каждую схватку и теперь уверен – пора повышать ставки. После пятилетия, наверное, объявим всероссийский. Пока она жбурганская, наверное, один год еще проведем, потренируемся еще раз и объявим всероссийским. Тогда местный спорткомплекс «Батыр» соберет не два десятка команд со всего Татарстана, а сотни со всей России и ближнего зарубежья. Ленар Генатуллин, Марат Зайдулин, ТНВ, Церючинский район. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике в сети. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Всем привет. Суббота, вечер, на улице тепло. Что может быть лучше, подумали вы сейчас? И я вам сразу же ответил. Лучше этого только забавные новости, видосики, мемчики с простора интернета. Ну, а начнем мы рубрику в сети с нетрадиционной фразы «Поехали!». Ну, сами знаете, в честь чего. Буквально вчера, 12 апреля, отмечался День космонавтики. Именно в этот день, в 1961 году, Юрий Гагарин впервые полетел в космос. В честь этого праздника всех казанцев поздравил Антон Шкаплеров. Я трижды бывал в космосе и провел более 530 дней на орбите. Я желаю вам верить в свои мечты. Не бояться делать то, что задумали. Смотреть чаще в небо и знать, что стоит только захотеть, и мы улетим. Привет, казань! Так что запомните, стоит только захотеть, и мы улетим. Похоже на девиз всех российских олигархов. С прошедшим праздником, друзья! Ну, а мы поехали дальше. Поехали! Несколько интересных кадров с этой недели. Именно так проходит апрель в Казани. А вот так апрель проходит для водителей авто. Такой своего рода Дакар. Только не по пескам, а по лужам. Ну, а здесь у меня только один вопрос. Что здесь произошло? Видимо, кому-то в очереди очень надо было только спросить у врача. Набережные Челны на этой неделе отличились. Многодетная мать, а точнее представительница клана «Я же мать» выложила на своей странице ролик. Она едет за рулем с младенцем на руках и говорит о сильной любви к своему ребенку. Но пользователи в комментариях считают, что это далеко не любовь. Весь интернет возмущается. Ну, как так можно было с ребенком и за руль? Я понимаю, если бы она была женой Вин Дизеля, но что-то я не припомню, чтобы она снималась в «Форсаже» или участвовала в гонгах. Так что, друзья, будьте разумнее. Впервые, впервые в истории человечества удалось сделать снимок черной дыры. Та-дам! Именно так выглядит черная дыра. После того, как фото попало в сеть, народное творчество не заставило себя долго ждать. Мемчики полились рекой. Кто-то решил, что если отдалить кадр, то это будут кошачьи глазки. А если изображение сделать более четким, то получится пончик. И многое другое. Яндекс и Гугл тоже не остались в стороне. Ну и пока мы не улетели на 26 тысяч световых лет, наша традиционная рубрика в сети с президентом. Рустам Миниханов в своем инстаграме показал нам, как трудятся на конвейерах КамАЗа. И показал нам нового пилота КамАЗ-мастер. Дмитрий Козак, зампредседателя правительства России. Далее президент поздравил всех с приходом уже настоящей весны. Поздравил всех с Днем космонавтики. И показал обед настоящего космонавта. Чак-чак, Эщпашмак и Тахмаш. И все это в тюбиках. Судя по всему, настоящий космонавт татарин. Если такие тюбики действительно есть, то я очень хочу уже это все попробовать. И быстренько пробежимся по инстаграмам наших звезд. Александр Сладковский, наш дворецкий в мир классической музыки, рассказывает о концертах в Казани. Музыкальные открытки на странице Салавата Фатхаддинова, его друзьям и коллегам. Министр спорта Владимир Леонов сообщил о всех достижениях наших спортсменов. Сборная Татарстана выиграла чемпионат России по лыжам. Александр Красных, лучший пловец России. И команда наших пловцов взяла серебро в чемпионате России. Так держать. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте ВПР. Школьники все, видимо, ищут и ищут ответы. Также здесь у нас Алексей Булдаков. Народный артист России ушел из жизни. Замыкает топ серия матчей Авангард Салават Юлаев. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, видео, фотографии. Короче, будьте в сети. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Отку, кукола! Ухожу в телеотпуск на три года! За ноль рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Официальный дилер Татсун Марка объявляет недели роскошных предложений. До 15 апреля весенние скидки. Лови момент! Подробности по телефону 4 пятерки, 3 семерки. В Казанском цирке только до 28 апреля. Шоу Ги и Радзе. Паранетты. Титулованные артисты. Опасные трюки. Успей купить билеты. В Казанском цирке. Паранетты! В автоцентре Марка. Весеннее обострение. Автомобили Ниссан отдаем без наценки. Заберите свой Ниссан без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Переходи на цифровое телевидение от Таттелеком. Огромное количество национальных, спортивных и детских телеканалов. Ставь на паузу, перематывай и смотри архив передач. Фильмы, спектакли, передачи на русском и татасском языках. Цифровое телевидение от Таттелеком. Мы знаем, что вы любите. Подключайся! 222-22-22. Казанский государственный медицинский университет приглашает на День открытых дверей. 14 апреля в 10 часов. Бутлерова, 49. Аллен Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Конкурс «Меди Мисс Татарстан-2019». Кастинг 21 апреля в торговом центре «Мега». Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Телефон 29-555-49. Возрастное ограничение 0+. «Шевроле Нива» теперь с мультимедиа-системой. Навигация, музыка и камера заднего вида. С выгодой до 139,5 тысяч рублей. Только «Шевроле Нива». Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и Республиканский центр «Лето» приглашают всех желающих на выставку организаторов летнего отдыха «Все о ярком лете-2019 для детей». С 22 по 24 апреля торговый зал гостинично-развлекательного комплекса «Корстон». Устаревшие роутеры пытаются казаться современными. Дом.ру – это высокоскоростные роутеры и самый быстрый домашний интернет в России по версии «Спид-тест». Обнови роутер и скорости хватит на все. Здравствуйте! О погоде на 14 апреля после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил-мастер.рф. Телефон 2-167-166. Воскресенье порадует жителей Татарстана безоблачной погодой, но будет прохладно. И по данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке, в Бугульме, Баблы, Ознакаево, ночные температуры около нуля, днем до шести тепла. На северо-востоке – Нижнекамский, Набережных Челнах, Елабуге, переменная облачность, дневные температуры также плюс шесть. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске ночные температуры опустятся до минус трех. Днем воздух прогреется до плюс шести. На северо-западе – Варске, Кукмаре, Балтаси. Будет ясно, но прохладно. Всего пять градусов. На юго-западе – в Болгарии, Буинске, Држаном. Пасмурная погода с прояснениями. Местами возможен мокрый снег. Дневные температуры – плюс шесть. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, переменная облачность – плюс шесть, плюс восемь. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-здоровительные процедуры, уникальные программы по лечению мужских и женских заболеваний, а также специальные скидки для членов профсоюза. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье! Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. В Казани ожидается ясная погода. Дневные температуры – плюс пять, плюс семь. Ветер северо-восточный до шести метров в секунду. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 49%. В магнитном поле Земли – без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова